Как бы вы выглядели? Мышь выгоняет вас из вашего дома. Это телевидение церкви «Потрясающий мир». Я Кейти. Наслаждайтесь посланием. Просто говорить это никуда вас не приводит. Итак, действия, которыми мы сопровождаем те слова, они изменяют ситуацию. Итак, мы все здесь соединены по определенной причине. Я не верю, что Бог соединяет кого-либо в жизни без причины. Если Бог приводит нас к кому-то или к некоторым, это значит, Он привел нас туда по какой-то причине. Итак, мне надо быть способным узнать причину, почему Он привел нас туда. Потому что все мы здесь присутствующие и соединены по какой-то причине, верно? То есть есть божественная цель, которую Бог хочет осуществить, и Он будет использовать нас, чтобы осуществить это. Итак, потому что у них есть... Итак, я люблю, я люблю смотреть на церкви, как, вы знаете, на университеты. Некоторые из них, вы знаете, четырехгодичные колледжи. Некоторые колледжи в вашем округе. Двугодичные. Некоторые из них, они, они очень эксперты в каких-то областях. В некоторых областях. Вы хотите идти в сестринское обслуживание. Знаете, вы идете в определенную школу в этом штате. Вы хотите идти в юристы, вы идете в одну определенную школу. Итак, есть церкви, они специализируются во многих вещах. Итак, всякий сустав должен подходить друг к другу. Каждый сустав получает поддержку. Итак, каждый употребляется для особенной причины. Итак, мне не надо... Я не могу сказать, я не хочу солгать. Не знаю, я не могу сказать, что у меня нет проблем ни с какими церквями. Но у меня есть проблемы с некоторыми церквями. Потому что некоторые церкви не учат людей чему-то, чтобы развивать их, чтобы быть теми, кем Бог создал быть их. И держат их в стагнации или в младенчестве. Затем... Знаете, я не могу с этим согласиться. Я не могу быть на стороне этого, потому что... Потому что это не... Это не Божий план. Тело там не получает обучения. Итак, он хочет, чтобы тело было научено там. Потому что тело должно быть научено. Итак, мы все соединены вместе по причине. Итак, у нас есть настоящее божественное соединение. Итак, вещи, которые я знаю о соединении, это то, что соединение, это все. Потому что соединение дает мне силу для всего, что Бог предназначил мне в моей жизни сделать. Итак, мне нужна сила совершить это. Итак, как только вы отсоединяетесь, тогда ваша жизнь разваливается. И хотя мы не любим говорить это, потому что, знаете, «Почему мне нужно быть таким серьезным? Почему мне надо быть таким решительным?» Это просто правда этого вопроса. Потому что... Помните, что происходит? Это ложь, верно? Как только вы отсоединены... Если Бог... Если Бог помещает вас в чью-то жизнь, помещает кого-то в вашу жизнь по причине, тогда это обязывает меня оставаться соединенным, несмотря ни на что. Неважно, что происходит, неважно, какие испытания и страдания, неважно, какие перемены происходят, если Бог... Если... Если я верю, что Бог соединил меня где-то, тогда мне нужно делать все, что возможно, чтобы остаться соединенным. Итак, иногда, когда люди отсоединяются, у них есть проблема, чтобы опять присоединиться, потому что они позволяют гордости проявиться на их пути. И они позволяют гордости остановить их, например, мне все равно, что я мог бы сделать, если Бог помещает меня в какое-то место. Мне все равно, что другие чувствуют об этом. Мне нужно сделать что-то, что правильно в глазах Его, потому что я... Я не могу быть ответственным за чью-то жизнь. Мне нужно быть ответственным за свою жизнь. Итак, Бог помещает меня куда-то, и я должен быть там. Итак, если даже я ухожу, мне нужно вернуться обратно, верно? И обратно соединиться. Потому что это... Это меняет частоту. Это то, это то, это то, что приходит поток. Это приходит через соединение. Вы не можете включить что-то в ту розетку и думать, что все будет хорошо. Там должна быть какая-то сила. Итак, теперь мне нужно убедиться, что я подключен к правильной розетке. Итак, мы здесь для божественной связи. Вы верите в это? Потому что вам нужно верить. Соединение, которое Бог дал вам. Это как, если вы не уверены, с чем Бог соединил вас. Вы не будете способны осуществить цель его, потому что... Потому что вы не будете в этом стопроцентно. Потому что вы... Вы будете как... Знаете? Я не знаю, потому что знаете. Это как игра с этим. Это китайская грамота. Вы так вроде как выковыриваете из себя. Вы стараетесь. Вы не знаете, что есть что. И теперь мне надо быть двумя ногами в этом. Всем телом в этом. Потому что если соединение это реально, если я действительно верю, что я должен быть соединен здесь, тогда мне нужно... Итак, неважно, что другие говорят и что другие делают. Я должен делать то, что правильно. Потому что никто другой не спасется за меня. Никто. Никто другой не пойдет вместо меня на работу. Никто другой не заплатит счета за меня. Никто другой не будет есть за меня. Это так. Тебе нужно делать эти вещи самому. Итак, тебе нужно убедиться в своем сердце, куда Бог поместил тебя. Потому что если нет, тогда ты будешь разбрасываться. И ты будешь, знаешь, ходить с этого места на то место, как скиталец, без дела и без дома. Бог не установил это таким образом. Бог установил так, чтобы каждый был соединен в определенном месте. Хорошо? И поэтому скажите со мной. Я снимаю ограничения со своей души, с моего воображения и моих мыслей. Потому что обетование Божье для большего, чем просто только для тебя. Это так. Обратимся к книге Деяний, 2 глава. Быстро. Деяние 2, стих 39. Деяние 2, стих 39. Кто-нибудь, прочитайте это. Ибо обетования принадлежат вам. Обетования принадлежат вам. И вашим детям. И для ваших детей. Для всех дальних. Те, кто не рожден свыше, они должны родиться свыше. Продолжайте. И всем дальним. И для всех дальних. Кого не призовет Господь? Бог наш. И всех, кого призовет Господь? Бог наш. Окей. Окей. Может быть, наконец-то я получил это. Хорошо. Немного медленно сегодня. Но обетование, оно больше, чем для тебя. И поэтому мне нужно передать, мне нужно передать эти обетования следующему поколению, людям, которые соединены со мной. Но я не могу передать ничего. Я не могу передать, если этого у меня нет. Если у меня этого нет, я не могу это передать. Если. Если. Позвольте мне употребить для примера кого-то еще. Если Билли Боб. Если вы хотите, чтобы Билли Боб перевел какие-то деньги на ваш счет, и Билли Боб не имеет их на своем счету. Никаким образом он не может перевести ничего на ваш счет. потому что у него ничего нет. Итак, чтобы мне можно было передать это, мне нужно иметь это. Итак, моя душа должна знать, что я уже имею. Итак, мои действия должны соответствовать тому, что Бог уже вложил что-то в мой дух. Итак, если Бог уже вложил что-то в мой дух, тогда это зависит от меня, чтобы получить это в мою душу и применить это в моих действиях. Потому что теперь, если я не применяю это в своих действиях, тогда я говорю что-то, что Бог сказал, это неверно. И поэтому, если есть какой-то лжец между вами и Богом, я никогда не стану на вашу сторону. Я никогда не стану на вашу сторону. Если кто-то лжет между вами и Богом, и ты с чем-то не согласен, я, я назову тебя лжецом всякий раз. Потому что если Бог сказал это, это решенное дело. Итак, нет, нет пространства для маневра. Все, что вам нужно, это сотрудничать с тем, что он сказал. Но как только он сказал, это маршрут. Итак, если я верю, что он сказал мне о чем-то, и так, когда я получаю откровение, я не могу, я не могу позволить откровению быть неподвижным. Если вы еще живете за счет откровения, которые вы получили в 1979 году, тогда это так, знаете, ожидайте до 2019-го. Это как Бог слишком обширен и замысловат, чтобы ты все еще жил за счет. Сколько лет? 40 лет? 40 лет не откровение. Но теперь, то откровение, это как я должен строить на том откровении, даже если у меня одно, потому что вы знаете, у нас есть откровение от возрастания, и мы получили, знаете, вещи, в которые мы верим, и в это, и в то. Даже если это такой случай, я должен строить на этом. Бог вероятно. Позвольте Богу разворачивать то откровение больше и больше, расслаивая то, что покрывает его. Итак, я иду глубже и глубже в познании и откровении того, чем то действительно является. Но если я просто храню его, и теперь я просто держу это в том состоянии и в той форме, тогда это будет убывать, потому что у вас нет ничего, чтобы подпитывать его. И это как выйти и смотреть, и думать, что у меня есть что-то, и ничего с этим не делать. Я есть. Я просто прочитаю это вам. Я есть. Это прошлое, настоящее и будущее выражение Божьей индивидуальности и бесконечности. Итак, всякий раз, когда вы говорите, я есть, это покрывает все. Это как нет ничего, что я есть, не покрывает. Нет ничего, что я есть, не победит. Нет ничего, что я есть, не преодолеет. Итак, я есть, это прошлое, настоящее и будущее выражение Божьей индивидуальности и бесконечности. Скажите, я ношу это. Итак, мы переходим от, просто приходим в церковь и живем в церкви, ожидаем посещения, посещения от Бога, потому что, знаете, так долго, знаете, мы, мы молились, знаете, за посещение, мы, мы молились, чтобы он сошел, знаете, с небес, и знаете, проявился, там, где мы, забывая тот факт, что мы несем его в себе. Итак, немного времени и он сойдет с небес, и он не, он не сошел, знаете, из воздушного кармана, в облаке. Он вышел из тебя. Вот почему так важно, чтобы все были единодушны, в согласии, потому что он в тебе. Итак, теперь, когда ты высвобождаешь его в атмосферу, это как, неважно, где вы, или что происходило до того, есть другая сила и другое присутствие, которые проявляются. Итак, повсюду, куда я иду, то присутствие должно проявиться во мне. Итак, я не могу идти в... Удивляюсь, что происходит, как я иду туда. Заставить показать что? Что бы ни было, сейчас, здесь прямо сейчас. Он здесь сейчас. Потому что я есть здесь. Это как ваша индивидуальность. Я есть, это ваша индивидуальность. Итак, это как нет разделения между тобой и Богом. Это то, что Иисус старался сказать, это я одно с Отцом. Наш Отец ставит нас в одном согласии, теперь мы в отношениях. И теперь, куда бы я ни шел, я несу, я есть. Итак, теперь, для того, чтобы Бог очень, как, и так, теперь, я, 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 есть жилище для Его присутствия. Итак, теперь мне нужно научиться, как представлять Его присутствие. Потому что Его присутствие всегда там. Если Он говорит, я всегда с вами, тогда это не ложь. Что вы думаете? Что Он где-то еще с тобой? Но Он с тобой. Всегда. Вы ищите Его где-то еще, но вы носите Его. Как? Если бы вы могли, кто ваша любимая знаменитость? Давайте просто скажем, вы как президент Обама. Вы как президент Обама, верно? Мы будем говорить о 44-м. И так, если вы были президентом Обамой, тогда вы бы знали, что куда бы вы ни шли, люди будут иметь определенное уважение к вам. И они признают, что ваше присутствие пришло в ту комнату. И так, вы знаете, что все не смогут прикоснуться к вам или стать рядом с вами, или люди не смогут заговорить с вами. У вас будут люди, которые защищают вас, потому что из-за того, кто вы есть. И так, есть кто-то, кто больше, чем Обама. Он с вами. Может ваш ум представить, каково это ходить, будучи, если вы президент Обама? Пусть ваш ум представит, как это было бы гулять, неся в себе Бога. Все, кто он есть, все, что он может сделать, все, что он имеет. Вот почему Иисус, когда у них возникала какая-то ситуация, это об Иисусе, он много не молился, когда у них было, когда у них было пару рыбок и хлебов, и все те люди, которые хотели есть, у них не было времени, чтобы молиться в течение часа и получить то, чтобы Бог явил свое присутствие. Нет. Мне надо высвободить это из себя, потому что я нашу это в себе. Итак, все, что я прошу во имя его, я знаю, что он слышит меня. Я теперь иду вперед и благодарю за все, что у меня уже это есть, и я знаю, что он слышит меня. Итак, теперь мне не нужно быть там. Господь, Отец, Господь Иисус, я сказал, я молюсь за, я стараюсь сделать так, чтобы он сошел с небес и чтобы он послал свой луч славы сюда вниз, на это место, прямо сейчас, в то время, как он уже на этом месте. Когда я появился, он появился. Итак, теперь мне нужно позволить этому проявиться из меня. И теперь я не иду в места, думая, что я меньше, чем кто-то в той комнате. Потому что нет, нет ничего больше, чем я есть. Найдите мне что-то больше, чем я есть, и я увижу вас в психиатрическом отделении. Потому что вы сошли с ума. Бог больше, чем что-либо еще. Итак, с чем бы вы не пришли сюда в это утро, он больше этого. Итак, вам не нужно беспокоиться об этом больше. Все, что вам нужно знать, это то, что я ношу в себе большего. Больше тот, кто во мне. Больше тот, кто во мне, чем тот, кто в этом мире. Я думаю, что мы просто цитируем Писание иногда, просто чтобы сказать, что мы знаем нашу Библию и мы, мы хорошо осведомлены, но мы должны применить это и понять вероятность того, что я в действительности это значит. Это как больше тот, кто во мне, и поэтому нет такой ситуации, в которой я могу оказаться, что я не верю, что я не знаю, что я больше, потому что больше тот, кто во мне. Итак, я несу большего. Итак, все, что другое, более великое, это является меньшим. Я не собираюсь позволить ничему меньшему, чем я, управлять мною. Как я выгляжу, выбегая из-за моего дома? Потому что там тараканы. Не делайте так, как будто вы все никогда не встречались с такими тараканами. Приходите в церковь, и вы пьянеете здесь. Господь привел меня своими могущественными длинными путями. Мои дни с тараканами закончились. Вы знаете, что такое тараканы? У них нет крыльев. Вы рады, когда они не летят на вас? Но я не собираюсь позволить ничему, что меньше меня, выгнать меня из моего дома. Как вы выглядите, скажем, когда мышь выгоняет вас из вашего дома? Покажите мне мышь, которая больше, чем вы. Она может быть противной, она может быть отвратительной, но это шоу не выгонит меня из... того, что мое. Это не заставит меня изменить мою позицию на диспозицию, так как я знаю, кто я есть, и я знаю, кому этот дом принадлежит. Итак, я знаю, что той мыши не принадлежит мой дом. Итак, я не позволю мыши, которая не принадлежит мой дом, оставаться в моем доме и затем выгнать меня из моего дома. Представьте, вы просто... Хорошо, мы просто идем жить с той мышью. Теперь вы соседи по комнате. Вы говорите, «Ты оставайся на своей стороне дома, а я останусь на своей стороне дома». До тех пор, пока ты не будешь трогать мои чипсы, все будет класс. Итак, если вы не пойдете разобраться с той мышью, назовите мне любую ситуацию, которая, вероятно, могла бы появиться в вашей жизни, если это не принадлежит теперь, я не позволю этому оставаться там. Я не буду держаться этого. Представьте, у меня есть мышь-питомец. Теперь вы уже кладете немного сыра для нее каждый вечер. Кто-то клал сыр для мыши, чтобы покормить, а не поймать в ловушку и убить ее. Придите в церковь на служение, и я помолюсь за вас. Потому что что-то, что не принадлежит мне, я не позволю этому контролировать меня. Итак, теперь мне нужно следить о чем я думаю, что я чувствую, во что я верю, что я представляю, потому что вот что делает мысль. Это, это абортирует многие вещи в вашей жизни. Итак, даже если я скажу исповедание, если я позволю какой-то мысли прийти, которая противоречит с тем исповеданием, она абортирует мое исповедание, позвольте мне обратиться к Галатам 6. Галатам 6, стих 3. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. И так, о чем я хочу говорить вам сегодня, это то, что сеяние должно стать стилем жизни. Сеяние должно стать стилем жизни для тебя. И так, вам нужно двигаться от того, чтобы просто сеять, к тому, чтобы быть сеятелем. это две разные категории. Потому что кто-то, кто сеет что-то, не позволило этому стать их стилем жизни. Потому что Бог не сказал, я дам семя тому человеку, который посеет. Потому что я не знаю, будет ли он в следующий раз сеять. Я даю семя сеятелю, кому-то, кто полностью верит и доверяет мне, что я позабочусь о нем. Итак, теперь я обеспечу точно, в чем у него нужда. И не важно, что происходит в его жизни. Не важно, в какой переделке он застрял или что-то еще. Я буду убеждать, что он имеет семя, чтобы сеять. Потому что все, что вы желаете, чего семя не может произвести, то этого и нет. Нет ничего, что существует, чего семя не может произвести. Потому что есть что-то, что я верю, и надеюсь, однажды я буду учить этому. Но я верю, что у Бога есть банк семян. Я верю, что у Бога есть банк полный семян, которые он выдает тебе, но затем он ожидает от тебя, чтобы ты сеял. Итак, он даст тебе семена, чтобы сеять, и он дает особенное семя, чтобы ты посеял. Итак, теперь он хочет, чтобы ты посеял то семя, потому что то, во что ты веришь, приходит через то семя. Итак, мы говорим о чеке в полторы тысячи долларов, верно? Фрэнк, выпиши чек на полторы тысячи долларов. Это все, что у нас есть? Возможно ли такое? Чтобы Бог знал, что это семя в полторы тысячи долларов произведет? Я не был так, знаете, я просто, я просто хочу увидеть, увидеть, сделаешь ты это или нет. Он хочет увидеть, доверяете ли вы ему, но если вы доверитесь, он вложит что-то в то семя. Итак, теперь, потому что, если я не ошибаюсь, то семя имело дом внутри себя. Итак, я предрасположен верить тому, что у Бога есть банк, полный семян, и Он скажет тебе сеять, потому что Он вложил что-то особенное внутрь того семени, чтобы произвести что-то в твоей жизни. Вложил в это не просто лишь для тебя, потому что Он делает это в действительности для Него, но Он позволяет тебе посеять для Него. Хорошо, я думал, что у нас такая церковь, может быть, мы хотим, мы хотим, мы думали, что мы схватим все благословения для нас, но я, но Он сделал для меня, чтобы я был благословением, как, потому что, как мы говорим, Бог явился, верно? Потому что Он показал Себя открыто. Иисус сделал это открыто, потому что я хотел быть узнанным, что я есть, я принимаю такого Бога. Итак, я не хочу делать это в темноте. Я хочу, чтобы все видели. Итак, теперь, если у Него есть банк семян, тогда мне нужно уметь услышать что Он говорит, и мне надо быть способным посеять то, что Он говорит, потому что вы всегда будете испытаны в вашем следовании, в вашем сыномстве и распоряжении семени. Вы всегда будете испытаны. Итак, теперь мне нужно знать, мне нужно распознать этот тест. Мне нужно распознать, когда Бог старается доказать, что я есть, кто сказал, я есть, что я верю в то, кто Он есть. Потому что я не могу быть просто таким, я доверяю тебе Бог, я люблю тебя Бог, и затем Бог говорит, у-у-у-у. Мы выходим из духовной берлоги, потому что есть вещи, которые мы не хотим слышать. Я помню, я помню это время. Я поехал, я поехал в Новый Ирлеан. Я помню, это был суперкубок по футболу. И я думаю, Сейнтс выиграли, и вы знаете, Нью-Орлеанцы были прекрасны в тот вечер, и вы знаете, все были друзьями, И вы встречали людей, которых никогда не видели ранее в жизни И у них просто было желание обнять тебя И отдать все деньги с кошельком И все было это классно Вот почему мне нравится Я не фанат Saints Но я люблю, когда они выиграют Просто все в такой гармонии Преступность падает, все просто хорошо Просто команда Луизианского университета и Saints Просто были успешны, побеждали И все было хорошо Но я поехал туда И так, знаете, я имел, знаете Это мое, это было мое первое Портмоне от Лабутена Знаете, я был так Да, получил портмоне от Луи Я был возбужден И так, я присел где-то и потерял свое портмоне Мне было больно Потому что я ждал долгое время Чтобы получить это портмоне И так, я потерял это портмоне И так, я захотел другое портмоне И так, в конце концов, я получил другое портмоне Не расстраивайтесь Я получил другое портмоне Я получил другое, это так Но! Сейчас что-то... Что это? Вы видите? Вы видите? Попал, попал на канаты. Как Флойд Мэлли-Вейзер. Это демонстрация. Сейчас он сделал. Если муха мертва, муха мертва. Амин. О чем мы говорили? Итак, окей. Я получил свое портмоне от Лабутена обратно. И поэтому, знаете, я волной человек. Я думаю, получил обратно мое портмоне. Чувствую хорошо, знаете. И теперь я на собрании. И я сею. У меня есть мое систематическое семя. И это происходит со мной спонтанно. Понимаете? Я сею это. Я чувствовал себя хорошо. И вдруг, я слышу, Бог говорит. Отдай свое портмоне и все деньги, которые в нем. И я сказал. Бог, это ты? Потому что вы знаете. Когда, 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 когда есть что-то драгоценное для нас, нам нужно убедиться, что мы слышим правильный голос. Позвольте вам сказать. Враг никогда не скажет тебе что-то сеять. Я, я старался сделать. Я старался убедиться, что я слышу правильный голос. Я хотел убедиться, что я слышу от Бога. Я не старался сделать что-то такое, чтобы меня видели. Ничего подобного. Я буду делать то, что Бог хотел, чтобы я сделал. Итак, я должен был проверить у него, что это было верно. Я проверил у него. Он сказал. Угу. Итак, я сказал. Окей. Итак, теперь я подошел. А я получил недавно свое портмоне. Совершенно новенькое. Я, наверное, имел его одну неделю. И теперь он говорит. Знаете, возьми это портмоне и деньги, которые в нем. Итак, знаете, я имел. Я думал, у меня было 500-600 долларов там. Итак, я достал оттуда возительские права. Да. Итак, это портмоне от Лобутена. И плюс 500 долларов. Итак, вы смотрите на... Возможно, на... 2000 долларов. Верно? Итак. Иисус, покажи мне, если ты хочешь, чтобы я сделал это. Потому что, вы знаете, мы старались проверить много раз, чтобы убедиться, что мы не заблуждаемся. Итак, я пошел. Итак, как только... Как только я пошел, я достал свою... Свою лицензию и другое. Свою карточку. И я повернулся к своему месту, потому что я не хотел говорить сам собой. Итак, мне нужно было это сделать. И затем, если бы я не слышал, тогда я просто не услышал. И я должен был бы жить с последствиями. Но я был в норме с этим, потому что я должен был сделать то, что я должен был сделать. И я не стал осторожничать, чтобы стараться извиниться. Я просто старался это сделать. Если мне надо было бы съесть кошелек, я бы съел бы кошелек. Я получу другой. Бог может дать другой. Но я хотел сделать то, что он сказал сделать. Итак, я взял то портмоне, но затем апостол, знаете, он там, И он остановил свое послание И он сказал Знаете, я просто Говорил Господу, что я хотел такой портмоне Чтобы оно подходило к моему портфелю И так это заставило меня чувствовать себя гораздо лучше Когда я пошел на свое сидение И я такой Господь, это был ты! Он был! Знаете? О, Господь Иисус! Это был Он! И так Это как? Вам нужно быть способным услышать Когда Он говорит вам что-то сеять Потому что часто Это так Мы не хотим Относить сеяние К любой стороне нашей жизни Потому что это как? Даже когда у вас есть бизнес Вам нужно действовать во времени сеяния и жатвы Потому что принцип Есть принцип Все, во что вы верите, принадлежит вам Вы должны умереть для этого Потому что вы думаете Это ваше И так Теперь Например В бизнесе Если В твоем бизнесе Твоя единственная цель Иметь свой бизнес Это делать деньги Тогда не занимайся этим бизнесом Потому что он не Для этого И так Теперь Если у меня есть бизнес Мне нужно увидеть какая цель Которую Бог имеет для меня Чтобы у меня был этот бизнес Потому что я не могу Просто подходить к своим делам Как обычный человек Мне нужно относиться к этому так Что я гражданин царства Я посол царства Я здесь Чтобы исполнять волю Отца Его воля должна совершиться во мне Я должен исполнить его волю здесь на земле сейчас Мне нужно двигаться Как отец двигается И так Теперь мне нужно лучше рассчитать Как ты, Бог, хочешь вести это дело И теперь Если я только хочу получить деньги Тогда Мое движение будет мотивировано деньгами И так Я ничего не делаю Если к этому не будут приложены деньги Но если Я не знаю того Что это все Принадлежит ему Это как Это его бизнес Или это мой бизнес Это его бизнес Итак, теперь Если это его бизнес Его бизнес Его царство Работает как царство в семени Итак, теперь Если это его То теперь Что мне нужно делать Чтобы убедиться Что я сею семя И что он дает мне Итак, даже что вы имеете Вы должны быть способны давать Без того, чтобы искать что-то взамен Даже если вы собираетесь Вы делаете свои деньги Вы делаете это Мы делаем это Как-то еще Тебе нужно давать Как я могу помочь Если мне нужно вымыть это Мне нужно увидеть Чью одежду я могу постирать бесплатно Это как Я не говорю Мы стираем одежду всех бесплатно Потому что это не бизнес Но семя говорит Мне надо сеять В это Итак, теперь Я должен быть способен Сеять Мой дар В людей И теперь Когда я сею эти семена Я собираю урожай этих семян Потому что теперь Мне нужно выйти Из операционного бизнеса И мне нужно войти В бизнес Сеяния Потому что Если я только операционный Это только служение Ради денег И поэтому Теперь это начинается там И оно все еще там И поэтому Сейчас Бог не может умножить Те сделки Он сказал Он умножит Семя для сеятеля Итак, если семя не сеется Он не может это умножить Итак, теперь Если вы Я не сею семя Я не Я не Я не даю Тому, что он дает мне Кому-то еще Помогать кому-то еще Если я это не сею Тогда как я могу ожидать Того, что я пожну Потому что Потому что Потому что я помню Один член Я помню, мне позвонил Знаете, он имел обыкновение Всегда давать апостолу кексы Итак, честно говоря Ты хочешь Ты хочешь фабрику по производству кексов Почему ты продолжаешь сеять кексы Скажем, вы сеете кексы И это хорошо Но если вы хотите Денег Пожать урожай денег Тогда вам нужно сеять семена денег Это как Мера, которой вы меряете Такой же будет отмерено и вам Итак, вы можете сеять кексы И затем вы ожидаете получить Что-то в форме кексов Потому что вы сеяли Семя из кексов Итак, теперь Если это то, что я хочу Если я хочу иметь Кексовую Пекарню Тогда мне надо сеять Семя из кексов Но это не то, что я хочу И это не И это неправильное семя Итак, мне нужно быть способным Распознать Правильное семя Итак, теперь Позвольте мне дать вам другой совет Сколько время? Я знаю, что оно почти закончилось Та мера, которую вы меряете Эта мера имеет значение Много раз мы думаем, что мера не важна Но мера действительно важна Итак, теперь Если это Если вернемся К денежному семени Если я сею 20 долларов сразу же Тогда мера тех 20 долларов Значит много Потому что Если я сею 20 долларов сразу Вы сеете семена По одному доллару Даже хотя Это 20 долларов вместе Это вернется обратно В форме долларов Итак, даже если я Адам Сею 10 долларов Пяти Пятидолларовыми купюрами Это будет то Что я пожну Итак, теперь Мне нужно учитывать семя Которое я сею Потому что мера Которую я меряю Такое же будет отмеренной мне Как дела? Я Лорен И вы смотрите программу Церкви Потрясающий мир Было ли это Замечательным постанием Которое вы только что услышали? Убедитесь Что вам нравится Делиться подпиской И не забывайте сеять свое семя